Около 3% бюджета Кирова в 2013 году ушло на содержание чиновников. При этом, как отчитался сегодня перед депутатами начальник финансового управления администрации города Вячеслав Кулистов, расходы казны тогда составили почти 10 миллиардов рублей. 60% от этой суммы в прошлом году пошло на образование, медицину и культуру. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Строительство путепровода в Чистепруксе в 2015 году. Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности губернатора Кировской области Никита Белых. По его словам, стоимость объекта составит более 2 миллиардов рублей. Его невозможно будет построить без финансовой поддержки федерального центра. И по последней информации, проект все-таки вошел в программу Министерства транспорта. Таким образом, строительство путепровода в Чистые пруды Москва все же частично профинансирует. Работы начнутся в следующем году. Прямых рейсов из Кирова до Симферополя может не быть. Ни одна из восьми авиакомпаний, которые вызвались перевозить россиян в Крым по специальным тарифам, до сих пор не заинтересовалась кировским направлением. Об этом сообщили в Росавиации. По данным управления, для того, чтобы авиакомпании согласились перевозить в Крым кировчан, им нужны гарантии того, что пассажиропоток в этом направлении из города за полгода должен составить около 7 тысяч человек. А как считают аналитики, обеспечить нужный перевозчикам пассажиропоток властям вряд ли удастся. В России меняется система выдачи повесток в военкомат. Уклонистам придется теперь сложнее, уверены власти. Поскольку если раньше повестку могли доставить призывнику лично работники военкомата под роспись, то сейчас сделать это могут любые муниципальные служащие и должностные лица. К примеру, руководство учебного заведения, где обучается потенциальный защитник Отечества. Продолжение следует...